Доброе утро, приветствуем, Игорь Валентинович и Сажина. Здравствуйте. Скажите, а у вас есть крематорий в Сыктывкаре? Да, давайте поговорим о чем-то хорошем, добром, светлом, теплом. Слава богу, нет, у нас пытались частность создать крематории, но как только... Почему, слава богу, мы бьемся, который год уже... Потому что у нас появился крематорий, потому что мест на кладбище давно уже нет. Да и дорогое, так крематорий дешевле. Ну, у нас-то мест навалом. Нет, я имею в виду, что слава богу, что у нас нет крематория для животных, потому что у нас его пытались создать частным образом. То есть одна фирма, которая вдруг выиграла тендер с собачками, с бездомными, она вдруг себе взяла и построила крематорий, в которой у Ратника она построила такой, что там можно было сжигать спокойно и целых людей. И прокуратура этим заинтересовалась, общественники просто вывели прокуратуру на это дело, что там просто тупо убивают собак и сжигают их. Убивают и сжигают. То есть таким образом борются с бездомными. Ну и прокуратура, собственно говоря, это все дело прикрыла этих общественных, этих ребят, которые выиграли тендер, собственно говоря, прекратили с ними отношения местной власти. То есть вместо приюта они построили крематорий? По сути, да. И вот общественники это все выявили. Это, правда, было давно. Были такие у нас анархоэкологи, вот они все это выявили. Потом их разогнали. Анархоэкологи звучит очень сильно. А что прозвучит у нас в нашей рубрике «Исторические РСВРТ»? Сегодня мы продолжим разговор про Египет, просто чтобы люди понимали, что такое современный Египет. Ну и поговорим, безусловно, про Анвара Садата в большей степени. Но я уже говорил о том, что этот человек практически вместе с предыдущим президентом Египта, вместе с ним заканчивал офицерские училища, получил лейтенанта тоже. Но у него сложилась судьба немножечко по-другому. Дело в том, что он во время Второй мировой войны практически попался на сотрудничество с немцами. Дело в том, что Анвар Садат также из бедной семьи, тоже карьера только военная ему как бы светила, и он действительно по этой карьере пошел. И идеалом его, кроме вот уже названных Ататюрка, значит, Ганди, вдруг идеалом его оказался Гитлер. Но именно в этом противостоянии Англии. То есть, что вот это единственный, кто может спасти Египет от Англии, от всевладычества Англии и тому подобное. Вот, и он сотрудничал с... Это подтверждено. Почему? Потому что в 1942 году он был практически схвачен на сотрудничестве с фашистами, осужден за вот это вот сотрудничество с фашистами. Не казнен, потому что Египет как бы не находился в прямом состоянии войны, но вот он был осужден, значит, и сбежал. Он, значит, довольно долго, где-то в районе трех лет, даже чуть больше, он скрывался. А в 1946 году опять сдался властям и отсидел свой срок полностью до 1949 года. Он отсидел в тюрьме, вышел из нее. А в это время началась вот эта арабо-израильская война, и очень понадобились им офицеры, знающие специалисты. Плюс еще надо не забывать, что тогда практически офицером генерального штаба являлся его лучший друг Абдель Наср. И, собственно говоря, Абдель Наср его пристроил. Он стал опять делать практически с 1950 года, начал вести военную опять карьеру. А когда в 1952 году Абдель Наср вместе с этим генералом, о котором я уже рассказывал в прошлый раз, совершили переворот, и практически пришла власть к военным, и отстранили короля, очень понадобились свои люди. Ну, а тут вот как раз бывший уголовник, бывший сотрудничал с фашистами. Пока мы далеко не ушли, вот еще перед тем, как он стал уголовником, он шел сдаваться, уже зная, что его оттуда быстро и оперативно вытащат? Или нет? Почему он вдруг решил после того, как скрывался, сдаться властям? Там дело в том, что не совсем сдача была. Его практически поймали, но очень многие говорят, что уж больно он как-то на это легко пошел. То есть, проще говоря, значит, то ли он, то ли ему порекомендовал кто-то и сказал, ты лучше отсиди свой срок, потом нам легче будет с тобой работать. Вот. То есть, похоже, что да. Похоже, что он чувствовал вот это вот сильнейшее покровительство. Вот. Потом еще повторяю, скорее всего, он взял всю войну на себя. Ведь обычно так бывает. Если человек берет на войну на себя, то его подельники потом, собственно говоря, его хорошо пристраивают. Он, похоже, не сдал никого из тех, кто тоже сотрудничал из, значит, военных, значит, египетских военных, кто сотрудничал с фанацистами, он, видимо, никого не сдал. А, похоже, там очень многие это делали. Ну и вот, собственно говоря, скорее всего, ему и дали, ну давай, тихо отсиди, и потом, значит, все свое получишь. Это догадки в большей степени. Факты есть факты. Он с 46-49 добросовестно отсидел свое, не так уж быстро, три года. Но, тем не менее, отсидел. А дальше пошел родственную карьеру, довольно бурный рост карьеры, потому что после переворота и отстранения короля, и установления, собственно говоря, республики Египет, он начинает занимать очень высокие посты. Просто максимально высокие, вплоть до, значит, председателя вот этого Объединенной Арабской Республики. То есть там, кстати, первые посты он начинает занимать, и когда он, когда в 70-м году умирает Абдальнасар, значит, Анвар Саддат оказывается практически человеком, который, значит, устраивает все в том, чтобы быть принятым к власти, то есть стать президентом, собственно говоря, страны, что, собственно, ему и удается. Ну и, значит, тут же происходит очень интересное действие. Мы же помним, что Абдальнасар практически умер в тот момент, когда он был лучшим другом Советского Союза, значит, практически рассматривал Советским Союзом как, значит, установление социализма в арабских странах. Такой, знаете ли, значит, Фидель Кастро, значит, на севере Африки, то есть вообще практически продвижение социализма по миру. Вот. И вдруг он умирает, и что же делает Анвар Саддат? Анвар Саддат разворачивается полностью. То есть полностью он, значит, высылает советских специалистов, он, значит, ведет активные переговоры с Соединенными Штатами Америки, он, значит, ну, проще говоря, человек полностью. Все, СССР отстранен. Ну и самое главное, что он пытается повторить, усилить себя через авторитет. Потому что он же видел, как правил Абдальнасар, он же видел, что в основном это внешние военные действия позволяли ему держать, все его жутко уважали за то, что он ведет войну. И, безусловно, он тоже пытался это все простроить таким же самым способом. В 1973 году он начал так называемую войну судного дня против Израиля. За что тут же, собственно говоря, огреб полностью, потому что попытка вернуть Сенайский полуостров закончилась катастрофически. Он проигрывает, и США ничего другого, потому что он полностью ушел на сотрудничество с США, сказал ему, заключай договор с Израилем. И он начинает эти переговорные процессы, и он первым арабским лидером в 1977 году приезжает в Иерусалим. Он выступает в Кнессите. И, конечно, он там несет какую-то чушь, которая не очень нравится, но, тем не менее, все считают, что это начало, что это прорыв, потому что еще Израиль находился в полном окружении арабских стран, которые угрожали военными действиями, говорили, что Израиль существовать не должно. И вдруг одна из самых крупных пограничных стран, у которых самые крупные потери, вот этот Сенайский полуостров практически, у которых находится, ну, Израиль же захватил Сенайский полуостров, и держит практически шестидневные войны, и вдруг эта самая крупная страна, которая в самые большие потери территориальные, вдруг говорит, давайте переговоры, безусловно, все заинтересованы. Во голове, значит, Израиль тогда стоит Минахим Бегин, значит, ну, для Коми-жителей, для республики Коми он известен, потому что он у нас сидел, Минахим Бегин. И вот, значит, Минахим Бегин в это время очень приветствует его, и как только Анвар Саддат возвращается назад в Каир, Минахим Бегин совершает приезд в Каир, то есть его в Каире и принимают. А это еще более в арабской стране, его приветствуют, он на официальной делегации, он ведет переговоры. Переговоры, конечно, криво-косо не получаются, но они такие очень плохие. Но, тем не менее, сам факт. Арабские страны все дружно отворачиваются от Египта, все прерывают отношения с Египтом. Что это такое? Вы принимаете, вы хотите признать вот эту вот страну, о, мы же все договорились, что ее не признавать. Что это палестинское государство, а не Израиль. Что такое? В общем, куча арабских стран отказываются от сотрудничества с Египтом, практически рвут отношения с ним. А Анвар Саддат вместе с Минахем Бенем едут в Соединенные Штаты Америки и происходит саммит в Кэмп-Дэвиде, в дачной территории президентов США, на дачной этой ферме. Собственно говоря, они ведут переговоры, и переговоры довольно успешны, которые заканчиваются тем, что в 79-м году Египет и Израиль заключают мирный договор, по которому Египет получает назад свой Синайский полуостров и, собственно говоря, признает Израиль, первая арабская страна. Шок вообще полнейший во всем мире. Значит, за это Нобелевская премия мира вручается Анвару Саддату и, значит, Минахему Бегину. Значит, полное изменение, полный переворот всего, весь мир изменяет сознанием. Мало того, Анвар Саддат начинает очень активные изменения внутри страны, начинается либерализация экономики. Нет, он понимает, что, значит, надо оппозицию держать в узде, и не дай бог их там... Но, тем не менее, он, например, вводит многопартийную систему в стране. Ну, он такая контролируемая многопартийная система. Вводится, но, тем не менее, она вводится в пику Абделя Насара, у которого просто однопартийная система была. Здесь все-таки многопартийная система уже возникает. Но он контролируется, у него нет свободной прессы, он практически наследник в большой степени, но он начинает наступление на насаровцев, самих насаровцев, то есть, проще говоря, он начинает их отстранить от власти. Он понимает, что надо устанавливать единоличную власть. Значит, тем не менее, он создал экономическое, практически развитие идет мощное, связанное с тем, что он создал систему так называемых открытых дверей, когда он предлагает всем инвесторам входить, что предлагает им очень удобные условия. Но, безусловно, тут сразу возникает условие, что на каких условиях будут входить. И там есть определенные требования о том, что вы должны сделать то, сделать это. Прежде всего, развитие рыночной системы. Значит, вы должны вот эти всесоветские примочки, которые, значит, делал Абдаль Насар, убрать вот эти все контролируемые цены на основные продукты питания, все вот эти вот, скажем так, схемы, которые вот вы взяли у Советского Союза, они должны быть ликвидированы в большей степени. Безусловно, это мощнейший удар социальный. Плюс еще, безусловно, мощнейшая коррупция при Анваре-Садате. Ну и в 77-м году он вместе с тем, что ему прорывы удаются в внешней политике и ведутся переговоры с Израилем, в 77-м году все-таки начинаются хлебные бунты. То есть цены на основные продукты питания отпущены. Ну и Анвар-Садат оказывается в очень сложной ситуации. В внешней политике у него все хорошо, внутри у него начинаются беспорядки, и он решает их просто так же, как Абдель Насар когда-то решал. То есть, проще говоря, всю оппозицию надо прижать как к ногтю. Он практически сажает вот этих всех сторонников Насаровцев, или отстраняет их от власти. Он наносит удар по исламистам, очень мощный по фундаменталистам, исламистам практически их там всех сажает. Ну, в общем, начинается очень мощное действие. Египет исключают из Лиги Арабских стран, самый влиятельный такой союз арабских стран. Ну и все это идет к 1981 году, 11-му году правления Анвара Садата, когда на параде в Каире несколько боевиков из братьев-мусульман забрасывают гранатами трибуну и расстреливают практически президента. Все, на этом его правление заканчивается. И пришедший к власти Хосни Мубарак, он активно преследует этих самых фундаменталистов. Практически все, кто участвовал в нападении на Афталия Насара, были расстреляны. Те, кто не был расстрелян, те бежали в Аль-Каиду, и там уже, собственно говоря, начинали. Практически он подавляет вот это вот влияние каких-то братьев-мусульман, ну и объявляет военное положение в стране, которое продлится довольно долго. Значит, это вот в 1981 году было покушение, а военное положение в стране закончится только в 2010 году. То есть он ухитрился там практически почти 20 лет военное положение держать. Значит, ну и сам этот Хосни Мубарак практически смог удержаться 30 лет у власти. Но он развернул тоже полностью экономику, свободу слова запустил, он там очень активно продвинул демократию в стране. Только единственное, кого он жестко подавлял, да, вот как раз-то он жестко подавлял, это были исламинские фундаменталисты. То есть он их давил изо всех сил, то есть там преследование активное, и опять же смог вернуть, например, Египет в Лигу Арабских государств. То есть его опять начали признавать. Тем не менее он устраивал отношения, более-менее нормальные отношения с Израилем, пересажал практически всех родственников Анвара Садата за коррупцию, безусловно. Но в 2011 году произошла так называемая египетская весна, египетская революция, когда бурные марши многотысячные вышли на улицы, и военные пригрозили Костяму Барбу, что они его отстранят, если он будет продолжать держать. Он 30 лет держался у власти, сказал, что ему пора уходить. Просто военные практически ему сказали. Он в 2011 году ушел с власти его. А тут началось активное преследование его и его родственников за коррупцию. В это время в Египте пришли к власти братья-мусульмане. Был избран президентом один из братьев-мусульман. И дальше произошел военный переворот. Мы это уже знаем. В 2004 это уже практически в наши времена военный переворот в 2013 году. А в 2014 году к власти приходит уже шестой президент. Это как раз военные практически этого президента приходят. Но, безусловно, выборы приводят президента военного. И сейчас как раз вот этот человек уже второй срок. На второй срок он был избран. При 90-30% городсов все понимают, что это практически накручено. Но, тем не менее, традиция вот таких полувоенных, полудемократических правлений, таких авторитарных режимов, удерживающих страну от сваливания в фундаментализм исламский, оно продолжается. На это смотрят сквозь пальцы все страны мира. То есть такой авторитарный режим. Ну вот культура египетского управления, она, собственно, так и сложилась, так и превратилась. То есть такое полуавторитарное правление с элементами демократии, с мощным авторитаризмом, с рыночной экономикой. Вот такая система, которая на сегодняшний момент существует в Египте. Да ну не только в Египте. Очень что-то мне это напоминает, если честно. Я так заметила, что любое полудемократическое правление авторитарное. Вот не бывает такого, чтобы оно было полудемократическое. Потому что нельзя быть беременной наполовину. Да, тут только бинарная конструкция. Знаете, Игорь, я когда слушаю все эти рассказы, ну вот, про арабский мир, про Израиль, я всегда задаюсь одним и тем же вопросом, который является для меня абсолютно темным пятном и загадкой, а за что арабы все так ненавидят Израиль? Почему они все так хотят его уничтожить, считают, что этого государства быть не должно? Откуда есть пошло начало этой ненависти? Может быть, отдельно как-то расскажете? Да, да. Давайте в понедельник я вам про Израиль расскажу, собственно говоря, как возникла эта ненависть и как это все продолжалось, какую роль сыграла Англия и тому подобное. Давайте поговорим об этом. Отлично. Да, пора уже разобраться с этой темой. Ну и в чате у нас был не вопрос, а скорее предположение. Хочу узнать, согласны ли вы с ним. Инна Вал писала, вот в момент, когда вы рассказывали про то, что Анвар Саддат признал Израиль, она сказала, да, создали прецедент территории в обмен на мир. Можно ли рассматривать этот кейс как именно прецедент международного права как территория в обмен на мир? Это, кстати, конструкция довольно старая. Ее много раз применяли. Вспомните хотя бы ту же самую систему с Крымской войной. Практически все же побережье Черного моря было завоевано союзниками во время Крымской войны. И их практически обменяли на мир с Россией. Вот эти территории были просто возвращены. Эта практика очень старая. Но то, что в современном международном праве, это стало нормой, потому что есть же понятие, скажем так, территориальной целостности. Оно более сильно закреплено, чем в предыдущие времена. Да, современная вот эта схема, что можно вернуть оккупированные территории в обмен на мир, эта культура, да, сложилась, все больше закрепляется. И, скажем так, культура такая, хочешь мира, захватывай территорию, а потом ее возвращай и говорю, все, вот теперь. И все, те, кто тебя ненавидел до этого, говорят, о, да ты хороший, давай мы с тобой будем дружить, мы тебе все простим, все какие, что ты делал, все гады, потому что нам нужен мир, мир более важен, поэтому мы в обмен на возвращенные оккупированные территории, собственно говоря, готовы признать свое существование. Спасибо большое за эту историческую неделю. На этом мы заканчиваем наш исторический разворот. У нас на связи был Игорь Валентинович Сажин, историк и правозащитник. Благодарим. До свидания. Хороших высотных вам. Отдыхайте от нас. Спасибо. А вы от меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok